Заниматься активным фармом 24 на 7 могут только роботы. А мы вроде бы тут люди живые собрались, поэтому иногда нужно отдыхать. А отдыхать можно даже с пользой, и продолжать при этом выфармливать золотишко. Доброго времени суток, дамы и господа. Получение золота, фарм игрового золота, всегда довольно-таки интересная тема для игроков замечательной игры под названием World of Warcraft. Многие люди стремятся получить как можно больше золота за более кратчайшее время. А к тому же актуальность золота на текущий момент высока. По той причине то, что оплатить игровое время можно только жетоном. Мы не унываем, голдишку фармим и покупаем жетончики, само собой оплачиваем игровое время. Конечно же существует масса способов выфармить голдишку. И активный фарм, и пассивный фарм, и крафты, и продажи контента, и прочее-прочее-прочее. В этом видосике я хочу просто-напросто рассказать абсолютно обо всех способах фарма голды. И рассказать некоторые их нюансы. А также, если более подробно рассуждать по какому-то отдельному виду фарма, то имеются некоторые отдельные видосики, и само собой ссылочка на них будет в описании. Начнем же. Находясь на текущий момент в ковенанте, давайте поговорим именно о нем. Само собой, довольно-таки скоро он сдохнет, по той причине, что припатч Dragonflight, и скорее всего задания на голду будут понерфлены, голда с призывов будет понерфлена, и вообще все будет крайне печально. Время пока что есть, пофармить пока что еще можно. Первое — это стол соратников. Давайте к нему сразу же подойдем. С стола соратников прокают различные задания. Как на какие-либо ресурсы, которые тоже довольно-таки полезны, так и просто-напросто получение чистого золота. Это 265 золотишки, 353 золотишки, 370, 361 золотишка. Довольно-таки интересно, довольно-таки неплохое количество. Задания делаются по-разному. Три часа, семь с половиной часов. Так что, само собой, мы их отправляем и радуемся полученному золотишку. Путается оно пассивно, и поэтому почему бы просто-напросто не поотправлять. Само собой, пользуемся модификацией LDR Missions. Выставляем приоритеты, нужные нам, и автоматически все отсылаем быстро, надежно и с высоким довольно-таки результатом. Задания выполняются, само собой, стопроцентно успешно. Далее — призывы. Три призыва, некоторые могут сочетаться. Например, защитите Ревендред, сделайте там элитную локалку в Ревендреде и просто там сделайте три локалки, например, в Ревендреде. Делается это очень быстро, а за каждый призыв мы лутаем как репутацию, так и чистое золото. А репутация — это еще и прогон сундучки. Каждый прогон сундучок — это еще примерно 4000 золотишки. Получение 1600 золота за сбор 1000 единиц анимы. Еженедельный квест, который можно взять в любом ковенанте, и который можно даже сделать в каждом из ковенантов. Таким образом, прыгнув по разным ковенантам, собрав для каждого по 1000 единиц анимы, мы получим 6400 золота. Довольно-таки интересно, но захочется ли вам прыгать по ковенантам ради такого задания? Подумайте. А также, что еще хочется упомянуть, так это локалочки, которые имеются в темных землях. Их можно делать в вармоде, получая еще больше золота. А также имеется небольшой нюанс, с помощью которого можно получить еще больше золота с локалочек. Это использование шифровального снаряжения с вставленным извлекающим сфероидом. За выполнение заданий мы получаем на 10% больше золота. То есть, вместо того, чтобы получить за локалку какую-нибудь мощную 900 золота, мы получим 990. Круто? Да, действительно круто, почему бы и нет. О полупассивном фарме поговорили, теперь поговорим об активном фарме. На текущий момент имеется два места для хорошего голдфарма в опенворлде. Первое это кортия, там до сих пор еще шкурят медведей, лутают кожу, превращают ее в различные крафты, и таким образом фармят золотишко. А второе местечко находится в Ревендрете. Это кладбище, там убивают гуманоидов, напуливают их, и лутают различные полезные вещицы. Зеленку вендору, ткань на переработку, а золотишко себе в рюкзак. Если открыть заранее собранные группы, вкладку «Другое», то можно увидеть группы, которые шкурят в кортия медведей. В пинкортия 4-2-2-4, вступаем в какую-то группу в тот момент, когда у них имеют свободные слоты, и кайфуем от полученных ресурсов. Касательно Ревендрета что-то как-то ничего нет. Похоже, перестали фармить, либо просто-напросто люди отдыхают от фарма в Ревендрете. Написал реф, и вот просто ничего не находят. Заниматься активным фармом 24 на 7 могут только роботы. А мы вроде бы тут люди живые собрались, поэтому иногда нужно отдыхать. А отдыхать можно даже с пользой, и продолжать при этом выфармливать золотишко. Например, мы нафармили очень много ресурсов в кортия или в Ревендрете, либо просто-напросто закупились ими по дешевке на аукционе, допустим, какой-нибудь тканью, или какой-нибудь рудой, или какой-нибудь кожей, и хотим это как-то выгодно реализовать. В некоторых профессиях имеются выгодные крафты, которые помогут нам все это реализовать выгодно. Мы будем крафтить зеленку для последующей продажи торговцу. Первый крафт находится в кузнечном деле, церемониальная рапира. Для ее создания нам потребуется 6 светящихся плавней. Они покупаются у торговцев и стоят 7 золота, 20 серебряных. Делаем уже небольшое умножение и запоминаем полученную цифру. Далее нам потребуется 8 листритовой руды. Мы можем ее как накопать где-либо, например, в Теритморте, еще при этом сущность прародителей получить для последующего создания легендарок, либо можем просто-напросто листритовую руду купить по дешевке на аукционе. Таким образом, мы создаем церемониальную рапиру. Цена продажи вендору составляет 73 золота, 95 серебряных. Круто? Да, действительно круто, почему бы и нет. Можно быстро реализовать руду и получить хорошее количество золота. В такой профессии, как кожевничество и партняжное дело, будет использоваться основной реагент под названием «Затененная нить». И довольно-таки недавно эту нитку просто-напросто немножко нерфанули. В том плане, что ранее она покупалась за 7 золота, 20 серебряных у вендора при максимальной репутации, а на текущий момент с обновления 9.27 «Затененная нить» покупается за 8 золота, 80 серебра. Таким образом, немножко пошатнулись цены, немножко пошатнулся выхлоп, и нужно немножко иначе вести расчеты. Но все же имеется три выгодных крафта. Первый — это накладки для доспехов из толстой могильной кожи. Люди рейдят, людям нужно кидать этот баф ради получения 32-х выносливости на 2 часа, поэтому накладки покупают. Китайте выгоду. В целом, небольшая выгода все кидать им есть. Барабаны смертельной свирепости. Не все в группе могут заиметь шамана, охотника, мага. Кто-то любит соло, например, куда-то ходить, и им просто-напросто нужен героизм. Например, какие-нибудь воины, трицари смерти. Барабаны тоже имеют некоторую ценность. Считаем выхлоп и крафтим, выгодно или нет. Ориентируемся на цену толстой могильной кожи. Также помним о том, что из 10 могильной кожи можно сделать толстую могильную кожу. Возможно, один перекрафт экономит вам несколько золотых. Также наручи из могильной кожи крафтим и продаем вендору. Ну, допустим, затянувная нить стоит 8,80. Окей. 6 могильной кожи — это 2,55. 2,55 умножить на 6 — это 15,3. Плюс 8,8 равно 24 золота, 10 серебра. Затраты на наручи из могильной кожи. А получаем мы 25,57. Выгодно? Да, в целом покупать могильную кожу по такой цене — выгодно. И можно постоять, покрафтить, при этом особо ничего не делая. Классно? Ну, да, небольшой выхлоп. Пойдет. В партнерном деле мне нравится несколько крафтов. Первый — это сумка из сумеречного шелка. Люди делают новых персонажей, новые игроки приходят в эту игру, поэтому им нужны сумки. Да, конечно, 25 ниток могут вас отпугнуть, но сумка стоит около 300 золота на аукционе, поэтому мы спокойно отбиваем ту голду, которую мы потратили на покупку ниток. Пусть даже дорогих ниток. Второй крафт — это одеяние из сумеречной ткани. Реализуем накопленную сумеречную ткань. Покупаем нитки у вендора, ткань либо дешево покупаем на ауке, либо сами ее фармим, и крафтим, 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 крафтим. В целом выгодно. Третий крафт, который довольно-таки редко покупают на аукционе, очень редко это покупают на аукционе, но если купят, то это хорошо, розовый колпак. Трижды подумайте, стоит его крафтить или нет. При просеивании шадуленсовской руды мы будем получать сущности, которые в последующем нужны нам для создания легендарных заготовок. Например, рибиевый перстень, например, рибиевое жерелье. Также мы еще создаем частицу вечных и создаем легендарку актуального левела. Но, конечно же, во всем этом процессе мы получаем лам в виде зеленых камушков. Например, черносин, например, яростное око, янтарный огонь, а куда же их девать? А мы крафтим дублеты, смертоносности, универсальности, объединяясь с листритовой оправой. Далее мы просто-напросто крафтим колечки, объединяясь с листритовой рудой. Таким образом, мы выгодно реализовываем накопившиеся камни. Ну а как уже было сказано ранее, сущности мы реализуем в крафт легендарных заготовок, которые все еще покупают на аукционе. Конечно же, легендарки покупают. Люди создают новых персонажей. Люди на основных своих персонажах меняют слоты, где у них находилась ранее легендарочка по типу единства. А как мы знаем, единство может выгравтиться в абсолютно любой слот. Поэтому какой-нибудь колеч, какое-нибудь жерелье, какие-нибудь ступни, плащик, запястье, пояс будут покупать. Само собой. Люди хотят быть эффективнее в игре и само собой будут менять свои легендарные слоты. По этой причине крафт легендарок само собой актуален. Для крафта любой легендарки седьмого уровня нам нужно две сущности прародителей. Мы можем как выгодно купить их на аукционе, так и в принципе сами нафармить любыми доступными нам источниками. Нет смысла overcapить полученные очки чести с БГ или арен. Мы можем выгодно реализовать их у торговца. 425 очков чести и мы получаем барьер вечного претендента. Цена протажа торговцу 60,5 золота. Одна загвоздка, нам придется ждать пару часов, если мы не можем надевать эти щиты. Они поваляются и мы продадим их обратно за золото. Макрос поможет нам в быстрой покупке этих щитков. Не забудьте включить фильтр «Все», а то купится что-то не то. Полм сумрачной крипты. Именно там мы будем реализовывать насыщенные рубины, которые лутаются с сокровищ, с мобов, а также с сундука за 10 тысяч репутации. Реализуем в покупку латных ступней. Реализация ресурсов, продажа зеленых вещей торговцу, выставление недорогих лотов на аукцион. Это все копейки, это все цветочки. Настоящее золото, в хорошем количестве, крутится вокруг буста. Буста ключей, буста рейдов. Мы прекрасно знаем, за сколько игроки готовы купить какой-либо ключик, прохождение какого-либо ключика, прохождение какого-либо рейда. И мы прекрасно знаем, какое количество золота получают люди, которые занимаются бустом. Особенно это, конечно, популярно в начале сезона. В тот момент, например, когда вы оделись, и почему бы не позаниматься такими вещами. Да, конечно, возможно, что-то в плане майндсета не позволит вам это делать. Но за пару часиков мне удалось таким образом сколотить 150 тысяч. Было пройдено 5 ключиков, за каждый я получил по 30 тысяч. В целом, довольно-таки приятная цифра. И я остался доволен, еще и шмозочки полутал, еще и доблести форманул. В целом, одни только плюсы. И голду получил, и шмотки получил, и доблесть получил, которая нужна для апгрейда вещей. Круто? Да, действительно круто. Самый лучший фарм по факту. А на этом мой монолог заканчивается. Примерно за 12 минут я рассказал обо всех способах фарма, которые актуальны на текущий момент. Если у вас есть вдруг какие-то свои секретные способы, то можете написать их в комментариях. Обсудим все это вместе. А если есть какие-то вопросы, то аналогично жду вас в комментариях, постараюсь ответить абсолютно на все. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!